Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду рассказывать о розе Blue4U, об этом сорте, как он растет в таком жарком климате, как мой. То есть это шестая зона, город Николаев, юг Украины. Как она у меня, бедненькая, мучается, потому что это не очень подходящая для нее среда, тем более она у меня растет на полном солнце. Но мне настолько сильно захотелось эту розу иметь у себя в саду, что я не смогла удержаться от того, чтобы ее у себя посадить. Что из этого вышло, вы в этом видео как раз и узнаете. Честно говоря, я думала, что будет все намного хуже, что я зря ее посадила, и действительно, как меня предупреждали, будут одни мучения и самой розы, и мои. И в итоге, что я ее потом кому-нибудь подарю или выкорчеваю вообще. Получилось, что я вполне довольна тем, что я имею, и об этом сейчас как раз начну рассказывать. Давайте начнем с минусов. Слабость этого сорта розы заключается в том, что она горит на солнце. Причем слово горит нужно понимать в двух смыслах. Первое, это то, что цветы выгорают, то есть становятся светлее, чем они могли бы быть. И второе, это то, что они буквально поджариваются от яркого солнца, то есть они вот так запекаются, становятся такими сухими, как будто бы в духовку мы их отправили. То есть очень быстро, только цветок открылся, и уже очень быстро может, если он попал как раз в солнечную погоду, солнце сейчас какое-то более активное, чем раньше. Что-то происходит с природой, поэтому даже такие явления могут быть не в таком климате, как мой, а и в более прохладных местах. К сожалению, это случается. То есть в притенении, наверное, было бы намного лучше. У меня почти полное солнце, и вот такое вот происходит. Замечательные, прекрасные цветочки распускаясь, подгорают. И ничего с этим, к сожалению, нельзя поделать, ну, разве что садить вот в притенении в более прохладном климате. Мы с вами сейчас станем свидетелями жестокого убийства пчелы, потому что на этой розе очень любит заводиться белый паучок, такой симпатичный. Она вид симпатичный, но делает нехорошие дела. Вот сейчас как раз здесь крупным планом. Он убил пчелку, которая пришла полакомиться на цветок. Вот такой какой-то странный паучок. Почему-то именно на этом сорте больше всего я встречаю этого паучка. В других местах как-то он не селится, он очень любит эту розу. И такие прекрасные, замечательные цветочки, которые только-только распустились. Первый раз они попадают на вот это воздействие солнца сумасшедшее, жаркое. И какие-то пересушиваются, а какие-то буквально подгорают. Прям видно это даже, потому что роза не поменяет цвет, а просто поджарится. Это, конечно же, меня не миновало, особенно учитывая мой климат. Но, так как есть очень много цветов, очень много бутонов, и она постоянно как бы обновляется. Это как с гибискусом, например, происходит. Несмотря на то, что цветок живет один день, и постоянно появляются новые цветки, и благодаря этому мы можем долго любоваться ею. Таким образом я любуюсь на те цветки, которые только раскрылись, или которые направлены в сторону тени, и солнце их просто не жжет. Вот то, что сейчас в записи вы видите, как бы до чистки. Я только пришла и записала видео. Вот, а потом я начинаю все это дело чистить, и оставляю только те цветки, которые выглядят свежими. Ну, конечно, это делает куст менее таким усыпанным разными цветами, и он уже выглядит не так нарядно. Но, по крайней мере, у меня есть возможность любоваться этими замечательными цветочками. Но форма цветка, я думаю, вы видите, понимаете, что Blue Feu это не та роза, которая вот для букетов, не та, которая срезочная, то есть это роза, которая любуется прямо на кусте. У нее иногда бывают такие очень красивые прожилки, а иногда бывают пятна. Будут тоже фотографии, где это очень четко отобразится. Серединка бывает сначала желтенькая, а потом она как-то темнеет. Бывает такое, что цветок открывается, и сразу серединка уже не желтая. По цвету в первую волну цветения отличается цветок от цветка не сильно. То есть вы видите сейчас вот июньское цветение, и плюс-минус в одной цветовой гамме находятся все цветочки. А попозже будет, я это тоже покажу в этом видео, какое разнообразие цвета в этих цветках иногда бывает. В принципе, здесь тоже уже видно, что есть цветки какие-то вот тут один вообще белый абсолютно. То есть есть уже какое-то отличие, но потом оно будет еще больше выражаться. Цветет целыми такими кистями, букетами, но разного срока распускания. Вот вы сейчас можете видеть, есть и бутоны, совсем еще не раскрытые, только раскрывающиеся, и в то же время уже цветки, которые пора отрывать и убирать. Кстати, хочу сказать такую вещь, как бы будьте осторожны, когда руками просто отрываете вот эти цветочки, отцветающие, там каким-то образом уже поврежденные, чтобы не наткнуться на осу или пчелу, потому что у меня был случай, когда меня очень больно укусила оса, как раз где-то там сидевшая снизу, прятавшаяся, не было ее видно, я рукой взялась, и она меня укусила, было бы очень неприятно. Вот паучок сидит на страже, ловит там всяких пчелок, сам по себе очень красивенький паучок. Вот в такой цветовой гамме, значит, обычно эта роза находится в своем таком вот типичном цветении, но у нее еще бывает нетипичное цветение, или может быть для нее это и типично, но по крайней мере это отличается от того, что мы видим сейчас. Волны цветения у этой розы не очень ярко выражены, то есть она все время потихонечку цветет, ну первая волна, как обычно, обильная, как у большинства роз, вот, вторая волна тоже довольно-таки обильная, но больше разбег между сроком распускания. Вот так выглядит весь куст целиком, то есть у него есть цветы и внизу, и вверху, ну сказать, что прям гармонично сложен куст, нет, нужно, конечно, все обрезка регулировать, но роза такая стремится больше вверх, хотя внизу что-то тоже цветет. Сейчас вот на этом снимке есть много бутонов, которые пока не распустились, в общем, такая она довольно стройная, можно сказать. Вторая волна цветения у нее приходится где-то на август, и если это попадет на момент, когда солнце будет не сильное, будут какие-то точки, будет пасмурно, то будет замечательно, потому что можно будет полюбоваться очень большим разнообразием цвета, как будут отличаться цветок от цветка. Цвет становится потом более насыщенный, некоторые отдельные цветки прям очень-очень яркие, я это покажу тоже здесь, какие-то такие типичные для этого сорта светленькие, голубоватые. Ну, конечно, роза не голубая в полной мере, потому что вообще понятие голубой для роз это очень условное понятие, то есть голубых роз по-настоящему голубых не бывает, они бывают с таким голубоватым оттенком, и это и называется роз голубые, то есть эти все сорта, которые имеют какой-то сиреневатый подтон, или там намекают на голубой, то это уже считается роза голубая. Вот здесь вот, конечно, типичный для нее цвет, который от нее ожидаемый, но он бывает на цветках уже таких стареющих, отцветающих. А в принципе роза осыпается, если она не сгорела как бы заживо на солнце, когда действительно отцветает по-хорошему, можно встряхнуть, и она осыпется. Ну, когда она горит на солнце, у нее подпекаются лепестки, но сама она не отваливается, так как цветок, ну, цветку еще просто не время, это слишком рано получается. Вот такой яркий вышел. Здесь уже яркость немного другая, уже не голубоватые, мы такие уже более насыщенного цвета. Вот здесь отличие в более такой фиолетовый уходит. Красиво очень смотрится фиолетовый этот оттенок, с желтой серединкой, все это смотрится очень нарядно. Конечно, чтобы этим полюбоваться, надо как-то притенить, потому что на солнце прям это все, ну, как-то немножко пересвечивает. Вот более темное цветение, августовское, и чем больше попало веточков в тень, то есть цветочек направлен куда-нибудь, там, какое-то хотя бы притенение, тем более он темный, и в таком своем темном виде она напоминает уже не свой сорт, а другие сорта ей родственные, как Рапсодиан Блю, или там, может быть, даже Миднайт Блю. То есть она так намекает немного на них, и похоже не совсем на сама себя. Хотя, в принципе, ее цветы, когда я вижу чьи-то фотографии, или свои какие-то нахожу, старые фотографии не подписанные, она узнается, да, то есть Блю Фаюи ни с какой другой не перепутаешь, если один сезон за ней понаблюдаешь, сразу становится понятно, что вот это именно она. Вот такой вот цветок бывает по цвету прям совсем голубоватый, но, опять же, уже когда он стареет, когда он уже цветает. Вот здесь уже видны не просто прожилки, а откровенно пятна. Цветки бывают, бутоны иногда вот такой странной формы, то есть они не всегда ровненькие, а иногда какие-то приплюснутые, непонятные. Вполне бывает опять этот паучок, уже прославившийся в прошлом. Вот видите, за веточкой, как бы за листиками спрятался цветок, и из-за этого он такой темненький, смугленький, и совсем не голубой. Здесь тоже видны какие-то и прожилки, и пятна все одновременно, и вот этот цветок корявенький такой, начинает распускаться. Видите, какие пятнышки интересные в нем. В общем, там надо каждый цветочек просто любоваться, в целом на куст посмотреть, чтобы сказать, что он красавец, я бы так не сказала, для меня больше получается это такой отдельно цветочно-любовательный куст, то есть роза, к которой приходишь и любуешься каждым цветочком по отдельности. Я думаю, что об этом сорте можно уверенно сказать, что во второй волне цветения она более интересная, и более какая-то контрастная, что ли, то есть у нее начинают появляться то какие-то вот белые такие полосы, то у нее какие-то пятна, и разнообразие цвета больше. И неожиданно проявляется такой насыщенный розовый или даже намекает на красный. То есть все, что угодно можно увидеть, в то же время совсем светлые, все это будет в перемешку, и не всегда это напрямую связано с солнечными лучами, то есть она сама по себе может такой разнообразной быть. Вот здесь тоже видно очень разница, какой-то фиолетовый и какой-то сереневато-голубой цветок. Совсем отличаются между собой. Вот эта гроздь с разноцветными цветами, она очень здорово выглядит, и есть действительно чем любоваться. И как бы такой вот период максимального, наверное, любования. По крайней мере, мне она больше нравится не с теми типичными в первую волну цветками, а вот такие вот уже в более позднее время, ближе к осени, когда она такой становится разнообразной и интересной. Конечно же, на цвет розы очень сильно могут влиять какие-то удобрения, которые применяются, но я ее практически никак не удобряю. Я иногда могу плантофолом помрызгать по листу, то есть прям сказать, чтобы я там удобрывала, нет, поэтому может быть у меня такой цвет. Кто-то может быть выращивает как-то иначе, и почва сама может быть другой, поэтому могут очень отличаться и по цвету. Вы понимаете, что все условия, которые мы создаем своим розам, они очень влияют на все. Вот такой теневой цветок августовский, очень такой прям откровенно фиолетовый, с желтыми серединами, очень это красиво и здорово смотрится. Это было где-то в нижней части, не верхние. Они между собой более похожи, не так сильно отличаются. Я обратила внимание, что верхние цветы, которые расцвели на высоте, они более отличаются по цвету, они более контрастны, а нижние, они между собой более похожи. Можно сказать, что этот сорт хорошо подходит тем, кто любит удивляться, кто любит разнообразие, кто не любит, чтобы все было одинаково. Эта роза, конечно, разнообразие может обеспечить вполне. Вот здесь тоже видно разницу, и какие-то розовые, и сереневатые, и немножко уходит фиолетовые. В общем, всякое-всякое разное, что она вычудит в новом сезоне и в течение сезона, предсказать невозможно. В общем, такая роза-чудилка, можно сказать, в хорошем смысле этого слова. Я вот таким образом ею и наслаждаюсь, несмотря на вот это горение цветку. Конечно, не могу сказать, что оно мне не огорчает, но я не сильно расстраиваюсь по этому поводу, стараюсь перенести акцент на те цветы, которые красивы. А вот такой цветок, например, даже горелый красивый, несмотря на то, что солнце его обожгло, все равно он выглядит неплохо. И мне даже не хотелось его отрывать, пока не стали коричневыми эти края лепестков, он таки оставался на кусте. В общем, если хотите удивляться, если хотите разглядывать отдельные цветочки, и живете в таком климате, как мой, я думаю, что у вас что-то примерно так и получится, как получается у меня. Но иногда будет вот то, что вот сейчас на вот этом снимке, или даже вот такое. Но это нужно вовремя спряхивать и отрезать, потому что смотреть на это уже не так приятно, как, например, на вот такое вот насыщенное цветение, когда буквально светится цветок, он в жизни еще более смотрится какой-то, как светящийся, конечно, на фотографии, на видео это не передать. Какая бы ни была техника, вживую это все намного интереснее смотрится. Вот, я надеюсь, что каким-то образом вам помогло это определиться с выбором ее видео, или наоборот, может быть, еще больше запутало, потому что климат у вас другой. Ну, вот роза вот такая, своеобразная, любит пошалить, побаловаться. Вот этот белый цветочек, я считаю, ее самой такой выразительной шалости, потому что очень неожиданно там выглядывает где-то бутончик алого цвета, и тут с этой стороны, ну, абсолютно белый, в нем даже намека нет никакого, ни на голубой, ни на сиреневый, ни на розовый, то есть просто белый цветок. Такие белые цветы встречаются не часто, но встречаются, есть такое у нее. Кроме того, что бывают разные по цвету цветки, бывают цветки, которые не определились какого они цвета, как, например, вот этот цветок на этой фотографии. То есть часть цветка у него розовая, часть какая-то темная. Бывают такие вот цветки, которые можно назвать прям произведениями искусства, вот как вот этот, например, ну, как он замечательно сложен, как все это бликует, как это все светится, эти нижние лепестки с прожилками, темно-фиолетовыми, или даже, может быть, темно-синими. Ну, просто замечательные. Если вы умеете или хотите потренировать, очень полезный навык, переносить фокус внимания на позитив, в то время как негатив тоже имеется, это роза хороший тренажер для этого, то есть здесь будет и то, что сгорело, и то, что поплавилось, и то, что замечательно выглядит. Если смотреть именно на то, что замечательно, то будет очень много позитивных, замечательных, прекрасных, приятных эмоций. А если не умеете и не хотите тренироваться, то может быть такое, что она будет гореть, и тем самым вас огорчать. Вот здесь тоже повод для огорчения, это убийство злобное бедной пчелке. Мне было ее очень жалко, когда я все это увидела, но было уже поздно. Паук уже с ней расправился, и защитить ее мне не удалось. Вот такие замечательные цветочки. И я думаю, что роза стоит внимание, которое ей уделяют те, кто ее любит, и те, кто хотят ее у себя посадить. Но на любителя, потому что и форма цветка, и вот это разнообразие, и некоторая ее нестабильность, и боязнь солнца, это, конечно, ее такие слабые, можно сказать, стороны, которые перекрываются ее вот этими красивыми, замечательными цветками, которыми мы любуемся. Цветет она до довольно-таки глубокой осени, то есть когда совсем не станет холодно. Но она прекращает цветение, в отличие от тех роз, которые под снегом можно увидеть, цветущими, пока их совсем не заморозит погода. Она начинает в конце сезона завязывать шиповники. И в последнем сезоне это было особенно очень сильно заметно. Вот такой нетюпичный цветок, у меня всего один раз был такой, не очень на нее похожий, как будто бы не на этом пустье вырос. Так вот, начала выбрасывать шиповники в конце сезона, и сделала их, настолько много завязала плодов, что я думала, что я буду буквально снимать урожай. Пришла обрезать последние бутоны, готовить к зиме, а она вся в вот этих шиповниках, их так много образовалось, и они стали краснеть. Но правда они не покраснели до конца, то есть они не вызрели. Но факт в том, что шиповники все-таки она делает, и очень обильно, и много, и буквально все вот эти верхние ветки были в этих шиповниках, внизу было поменьше, ну и внизу, конечно, и кисти не такие обильные, как вверху. Так что если хотите увидеть вот такую картину, то тоже можете смело садить этот сорт, и он вас может быть порадует. А я на этом прощаюсь с вами, всего вам доброго, пусть ваши сады вас радуют, и до встречи в следующем видео. Если понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, потому что это помогает продвигать канал. Если интересна эта тема, то подписывайтесь, потому что я намерена много еще записывать о разных сортах роз, и других растений, и вообще разные другие и полезные вещи.